Тихо струится река серебристая, В царстве вечернем зеленой листвы. Солнце садится за горы лесистые, Рог золотой выплывай. Луны? Олечка, у меня такого романтического настроения лет триста не было. Я чувствую себя как школьник. Я признаться тоже. Э, что за разговоры на задней парте? Хороши школьники. Какой урок? Биология? О, Саша Беркович нашел новый экземпляр для своего гербария. Ну, посмотрим. И что это у нас тут такое? А, верблюжья колючка. Катя, я там... Газерина, общаться в подобном тоне со старшими это нехорошо. Я хочу, чтобы она один раз... А вам-то, наверное, хорошо. Но, знаете, раньше на папу никто не жаловался. Катя. Форму подрастерял, да? На поэзию перешел. Зачем ты, Катюша? Это просто... Катя, Екатерина, нет, нет, я предлагаю добровольно прекратить приступ вот этого хамства и впредь так, я не говорю о себе, я говорю с отцом так впредь, не обходи. Мне плохо. А ей хорошо, а ей хорошо, она унижает и меня, и тебя. Я считаю, это вам надо без моего отца обходиться. Да? Да. Позволь, я старше тебя, и я буду решать, что... Папа! Папа! Что делать? Старша! Прыгай, ну, прыгай! Старш! Старш! Прыгайте, не промажайте, не промажайте! Коля! Да, с таким давлением я буду жить, доктор. Я говорю, с таким давлением можно хоть завтра в армию идти. Или я что-то не понимаю, или мне кто-то что-то недоговаривает. Сань, ну мы же знаем друг друга уже, слава богу, с первого класса. Калесь, зачем тебе этот спектакль? Ну что, довела отца, да? Ты довольна? Вот, объясни мне, пожалуйста, что за цирк ты здесь устроила, а? Ну, мне кажется, что это вы здесь цирк устроили. Я, да. Чудеса дрессировки, блин. Профессор читает стихи и стоит на задних лапках. Катя, что ты несешь? Саня, я тебе еще раз повторяю. Не нужно впутывать меня в свои личные проблемы. Ты эту кашу заварил, ну, ты и расхлебывай. Да пойми, это был шаг отчаяния. Я просто не знал, как оставить эту жуткую склоку между Олей и Катей. Я же тебя не как кардиолога, я тебя как друга прошу. Саня. Давай расставим все точки на ды. Ну, во-первых, я дрожу своей репутацией. Ну, во-вторых, у меня есть свои принципы. Ну, и в третьих, ну, они же меня сразу расколят. Я врать совершенно не умею. Ну, надо же когда-нибудь начинать. Потом это святая ложь. Нет. Нет и еще раз нет. Кто там? Ой. Кого я вижу? Король бизнеса? Олигарх бездомный? Что-то случилось? Закрылась ночлежка твоя? Ну, даже компаньон не выдержал, выставил? Ну-ну, пройти дай. О, Орик, ну не начинай. Я ж пришел не за того, чтобы будьки в Москву за визами поехали. Я так сам захотел. Это мое мужское решение. Вот на, в знак примирения. А то, что мы с Темочкой не поехали, это чье мужское решение? Пройти, говорю, дай стал. О, Орик, ну я ж не за вредность. Я ж хотел, чтобы мы все вместе в Нидерланды поехали потом. Когда-нибудь. Короче, Митя, мне твоя брехня напополам с пьянством уже вогде. По самые Нидерланды. Так же все, давай, давай, отчаливай. Все понятно, да? И знаки свои забирай. Забирай вместе с примирением своим же. Так что все ясно? До свидания. Точно решила? Вот точнее не бывает. Вот это решила, да? Решила, быть не могу, как тебе передать. Да ты не пугай. Я и в Азеле переночевать смогу. Так тебе ж там самое место. Свернись вместо запаски калачиком и подремай немного. Андрей Иванович. Да-да. Что там? Как там папа? Да, Мастер Александрович, спасибо. Мне не говорить всю правду, но я... Но я обязан быть предельно честным. Все так плохо? Нет. Все гораздо хуже. Мы имеем тяжелейшее нервное расстройство на фоне интенсивных психологических нагрузок. Ну, ситуация непростая. Я бы даже сказал критическая, но не безнадежная. Сегодня перевозить больного нельзя. Так что я дал ему успокоительный. Он сейчас отдыхает. Я вас очень прошу, сегодня его не беспокоить. Мы все понимаем. Ну что вы? А что нам делать? Ну, выход из ситуации такой. Постельный режим, никакого алкоголя и табака. Ну, конечно. Да. И плюс строжайшая диета. Первые несколько дней исключительно перловая каша без масла и сахара. И я вас очень прошу, покой. Никаких отрицательных эмоций. Только положительные и только позитив. Это все? Ну, да. Андрей Иванович, вы от нас ничего больше не скрываете? Ну, да. Ольга Николаевна, я врать просто не умею. Все хорошо. Бабушка, проснись, бабушка. Бабушка. Женька. Ой, что случилось? Так вот, как он туда ходит. Не страшно? Ну, перестань. Ну, что ты говоришь такое? Ну, все. Господи. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕБЕ не показалось, нет? А тебе? ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК 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 Вы с ума сошли, а? Так, пугать. Заикой на всю жизнь можно остаться. Ой, Оленька Николаевна, Женечка, я дико извиняюсь. Ничего дурного в мыслях. Кстати, вот тортик с пылу и жару. Держи, знак уважения, Женька. Ба, я пошла спать. Давай. Доброй ночи, Женечка. От всей души, Ольга Николаевна. Не поздновато ли для достатки на дом кулинарии? А я все объясню. Надеюсь. Присядем. Оленька Николаевна, дело в том, что у нас с Ларисой Викторовной возникли некоторые разногласия. И глядя через призму, так сказать, вы меня понимаете. Понимаю. И? И в связи с этими событиями, на почве, так сказать, происходящего, я хотел бы просить у вас разрешение мне... Передочерять? Да. Ненадолго. Одну ночку. Две, три. Доложитесь уже в конце концов. Святая, святая вы, женщина. Оленька Николаевна, можете пользоваться моей помощью и ночью, и днем, и... Горяченький, с пылу жару. Бабушка, я больше не хочу кашу. Я тоже, я тоже не хочу. Еще по пять ложечек. Не надо конючить. Вы знаете, я непреклонна. Так, и криком меня не возьмешь. Я не слышу вас. Э, Оля Николаевна, не умеете вы общаться с молодежью. Да что вы. Показываю, слушайте и запоминайте. Так, если кто-то сейчас не съест всю кашу, останется без сладкого. Понятно? А если кто-то сейчас не состегнет ширинку, останется без штанов. Ох, елки-палки. Это что, шуточки такие? Слышь, засада, а не детвора. Вот именно, засада. Еще и какая. Бау, ну что, горячей воды нету? Почему нет? Была. Бойлер, наверное, опять сломался. Ольга Николаевна. Да? Да если у вас какие-то проблемы с сантехникой, можете полностью рассчитывать на меня. Бойлер – это мой конюк. Ну, вообще-то у нас с ним такие проблемы, знаете. Я этих бойлеров чинил, не перечинил штук десять. Показывайте, где. Ну, тогда я буду вам крайне признательна. Да без проблем, для вас, Оля Николаевна. Прошу, прошу. Пожалуйста, пожалуйста. Ясненько. Так, и варить на медленном огне. Странно. Я же так и делаю. Что же ты тогда не варишься, а? Доброе утро. Стучать надо, Ольга Николаевна, когда в чужой дом заходите. Ольга Николаевна, что я вижу. Папа вас еще и домработницей на полставочке оформил. Круто. Только вы не забудьте пропылесосить, полы помыть и носочки его заштопать. Капец. Ольга Николаевна, теперь папа из-за вас еще и голодный останется. Так. Крупа перловая. Замачивается предварительно на десять-двенадцать часов. Варится на медленном огне. Ну, до готовности. Загнешься с этой диетой. Держи-то. Держи-то. Шли бы, Ольга Николаевна. Домой к себе. Своих внуков кормить. Там, наверное, Женька за перловкой соскучилась. Ну, или за бабушкой, которая тут зелье приворотное готовит. Бабуля, вставай, мы идем тебя кормить. Сашенька, это мы. О, Тюмчик. Да. Как ты себя чувствуешь уже? Любимая. Да. А я заспался. Вставай, вставай, кушать будем. Очень хорошо. Я как раз бы наголодался. Кашка перловая, как доктор прописал. Ой. Кашечку. Да. Как же я ее не ценил. Это прекрасная перловая. Каша. А эта каша особенная. Да? Саша, да. Ее варила Катюша. Это сюрприз. Спасибо. А какой вкус, какой аромат. Да, аромат действительно сильный, только не перловый. Не пойму. В чем дело? Что за запах какой-то? Тетя Оль. М? Это вы папе новый парфюм купили? Девочки, вы лучше скажите мне, как там дела, так сказать, на воле. Какие новости? Да какие новости? Просто воняет рыбой? Нет, мне не воняет, я не знаю. Все, все, давай. Обед закончен, папа. Молодец. А, салфеточку. Молодец. Спасибо, спасибо. Отдохнешь? Да, посплю еще немножко. Ну, перед уходами все-таки проветрю. Нет, нет, нет. Я боюсь, Кузняков, не дай бог, продует, еще хуже будет. Да. Не надо, спасибо. Ну, пока. Все, папа, поправляйся. Дмитрий Александрович, как там у нас дела? Оленька Николаевна, все нормули, еще пар секунд. Я ж мастер, ого-го, у меня все в руках горит. Да. Хорошо. О, о-о-о! А, у вас что? Котел двухконтурный? Предупреждать надо. Я извиняюсь. Больно, Оля Николаевна, поаккуратней. Ну, потерпите, Дмитрий Александрович, ну, пожалуйста. Что-то я не вижу у вас старых шрамов на спине. Как же те десять бойлеров, которые вы чинили, перечинили? Или вы к ним передом стояли? Дмитрий Александрович, Дмитрий Александрович, вы меня слышите? Спасибочки, я не буду кушать. Вас что, контузило? И пить тоже. О, боже мой. Поднимайтесь. Аккуратненько, аккуратненько. Ольга Николаевна, вы дома? Ларик, только не подумай, ничего дурного, просто я вот, видишь, мажу. Господи, ой. Да ради бога, что тут думать, Ольга Николаевна? Хотите я с трех раз угадаю, что здесь произошло? Вот это вот чистило дымоход и свалилось в камеру. Ага, или нет? Оно чинило резетки и теперь весь поселок без света, да? Почти. Ага, ага, ну понятно. Господи, кто б сомневался? Ольга Николаевна, вообще-то я на минуточку. Вот Валюша свой кардиган оставила, так я ж привезла, чтобы вы ей передали. Хорошо, я передам. Ага, ну ладно, пойду, Темочка ждет. Хочу ж его в город вывезти, развлечь как-то мальчика. А то ж одна, больше же некому. Да. Ну давайте. Что она говорит, оскорбляет? Молчи уже, недоразумение. Сама алкашка, правильно, Ольга Николаевна? Сейчас, сейчас. Задолжайте. Ложитесь уже и закройте рот. Уговорили, я покушаю. Уговорили, я покушаю. Вот так. Кто? Бабушка Оля. А почему, когда вы с детьми тейболи сживали, нас не позвали? Ну, дорогие мои, я сама была случайным свидетелем этого шоу. Блин, обидно. Так, выбираем выражение. Все равно обидно. Дядя Киша, может, действительно, пойдем к Сан Санычу в нормальных условиях, вымоем голову. Ну, я договорюсь. Ну что, в дом Кати? Ба, я с идейными врагами в одну душевую кабинку не полезу. Так, умучайся тогда. Бабушка Оля. Да. А у дяди Саши есть бойлер? Может, мы пойдем с дядей Митяем прогуляемся? Так, закрыли дверь с той стороны. Закрыли, закрыли. Давайте. Не вздыхаем. И не сметь трогать Дмитрия Саныча. Не сметь трогать. Да, не сметь. Не сметь трогать. Он уже прогулялся один раз сегодня. У него впечатлений хватает. Евгиш, я хотела спросить, а что у вас с Катюшей произошло? Ба, ну зачем тебе она надо? Ну, мне казалось, у вас была такая трогательная дружба. И, по-моему, общие интересы. Я не могу понять, а почему ты так за нее переживаешь? Я не переживаю. А, понятно. Это ж ты мне бабушка, а кому-то теперь мачеха. Полотенце подай. Жень, я как раз хотела поговорить на эту деликатную тему. Просто не могла найти ни повода, ни... Ба, вот когда ты свою пачерицу пошлешь в лес зимой за подснежниками, вот тогда поговорим. Да. Дмитрий Саныч, вы привязали? Ага. Ну, отпускайте, Дмитрий Саныч, что в нее вцепились? Ха-ха-ха. А вы первый. Надо доверять людям, Дмитрий Саныч. К тому же я не ел двое суток. Неужели вы думаете, что я променяю эту гадость на ту вашу прелесть? Неубедительно, Асан Саныч. Мы с вами в одной связке, Дмитрий Саныч. Как альпинисты. Типа страхуем друг друга. Вот, и это... Ну, тогда на три-четыре. Три-четыре. Аккуратней. Аккуратней. Сашенька. Прощаемся, Дмитрий Саныч. Сан-сан-сан. Сан-сан-сан. Дышь, дышь ты, Саня. Саша. А? Ой, прости. У тебя свет горел. Я не разбудила? Нет-нет, я только собирался. Нет-нет, ничего. Саша. Надо что-то предпринять. Ну, я по поводу девочек. Ну, как-то эту междоусобную войну, ну, пора уже прекратить. Ты права, Олечка, но... Ну, я не знаю, как-нибудь само все образуется. Оно не образуется, само собой. Если мы не приложим хоть каких-то усилий. Черт, совсем забыл. Ты понимаешь, там в школе у Кати организовывают группу для поездки в Англию. Они будут изучать язык в британских семьях. У нее завтра собеседование. У нее неплохие шансы. Я обещал отвезти, а тут, видишь, может быть, ты сгоняешь в город, а? Да. Да? Да. Спасибо тебе. Спасибо. Пойдем, мамочки. Ты лучший человек на земле. Ну, прекращай. А что у тебя окно открыто? Я чувствую, вот дует откуда. Извозняк. Ни в коем случае тебе нельзя. Послышалось? Все, засыпай. Да-да. Давай. Спасибо. Доброй ночи. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Доброе утро, Оленька Николаевна. Доброе утро, Дмитрий Александрович. Как ваше здоровье? Хорошо. Спасибо, Оленька Николаевна. Слух вернулся. Правда, еще не все рецепторы работают, но сегодня котел отремонтирован. Нет, я вызвала специалистов, благодарю. Нет, уж поберегите себя, заодно и мое имущество. Специалисты? Да. А давайте я хоть поливочную систему поправлю. Такой расход воды прямо же. Вы знаете, мои расходы, они больше зависят не от воды, а от ваших рецепторов. Так что не суйте их, куда попало, хорошо? Оленька Николаевна, вы в город. Так не волнуйтесь, я за малышами присмотрю. А вот это не сметь. У меня не так много внуков, чтобы... Короче, вы здесь восстанавливайтесь, дышите воздухом, променадничайте. Вокруг в дом не заходить, ничего не трогать. Ясно говорю? Ясно, Оленька Николаевна. Я надеюсь. Вот за эти пределы не на шаг, понятно? Ни в коем случае. Я надеюсь. Аккуратненько, Оленька. Ничего, и выберегите себя. Доброе утро, Катюша. Ольга Николаевна, вы очень недисциплинированный таксист. Да. Опаздывать на свой первый вызов, ой, как нехорошо. Да. Ольга Николаевна, вы что Vladimir. Ох, и тебе нехорошо. Ох. Ом. Ох, и б journ depart. Ольга Николаева. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здрасте! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте, Лариса Викторовна. Здравствуйте, проходите. Позвольте представиться, меня зовут Вениамин Маркович. Можно просто Веня. Здравствуйте, Веня. Чем обязана? Понимаете ли, какая вчера приключилась оказия? Один заурядный гражданин имел неосторожность наблюдать, как одна достойная дама обронила свой портмоне. И шо? И этот заурядный гражданин я. Ага. Ну и шо? А эта достойная дама... Вы. Да и шо, ну шо такое? А вот это ваш портмоне. Чего? Вы мой кошелек нашли? Господи, так вы сразу и сказали. А я вчера это главная клубша обыскала, все облазила. Так думала, потеряла. Господи. Глянь, все на месте. На месте. Ну, спасибо. Ну, главное просто. Ну, конечно, это же мой рыцарский долг. А, о, долг прекрасный, спасибо. Ну шо, ну давайте я вас хоть чаем ухожу. Да нет, может не стоит. Ой, да шо там не стоит, вот смешное, а главное. Я вас умоляю, в наше время и такое благородство. Папа, папа. Ой, здрасте. Сынок, это не папа. Здравствуйте. Мама, а когда папа приедет? Так кто же узнает твою папу, когда он придет? Ну, шо вы замерли, пойдемте чай пить. Да нет, наверное, не стоит. Вы извините, конечно, очень рад был с вами познакомиться. Ага. Всего вам доброго. Разрешите откланяться. До свидания. Вам спасибо огромное, просто такая благодарная. Если шо, заходите. Ты видишь, какой благородный человек, не то, что твой отец. Пойдем. Пойдем. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Алло. Здоров, Стой. Да я с тобой разговаривать не желаю. Тоже мне дружок. Чего? Чего, ничего. У меня твоя перловка уже в огне сидит. Ничего страшного, похудеешь на пару килограмм. И ещё. Врать он не умеет. Мне б так не уметь. Нам плёл в три короба. Да ладно тебе, я тебе не для этого звоню. Завтра Витёк Малахов приезжает. Да ты что, Витька? Правда, приезжает только на один день. Хотел с нами завтра вечером встретиться поболтать. Ну вот. И как я с ним встречусь? С твоими режимами и диетами? Чего я Олег скажу? Ну, скажешь, что я тебя вечером повезу на МРТ. А, вот это другое дело. Твои ставки повышаются. Оп. Так, до связи. До завтра. Саша, что происходит? Ты с ума сошёл? А? Почему ты здесь сидишь? Почему ты встал? Мой лечащий специалист сказал, что немного движения полезно. Да? Пап, на тебе хоть лучше? Гораздо. С такой-то диетой. Ничего не понимаю. Это же против всех законов гидравлики. Как такое может быть? Бог, помощь! А? Академик. Простите, я не академик. Я кандидат наук пока. Проблемы? Да, знаете ли, вот эта жидкость, помещённая в этот прекрасный сосуд, никак не хочет переливаться в этот стакан. Тем самым нарушая все законы гидравлики, между прочим. Не могу взять в толк, что случилось. Понимаете, какой конфуз получился. Помощь нужна? Да, я был бы вам очень обязан, если можно, конечно. Да без проблем. МРТ это, конечно, хорошо. Только почему в восемь вечера? Мне казалось, что в это время все поликлиники как раз закрываются. Олечка, ну я же не знаю этих медицинских законов. Андрей Иванович позвонил, сказал, что записал меня к хорошему специалисту. Да? Никитод, давай быстрее. Да не тянет, колымага. Это что такое, а? Будьте любезны, как называется это безобразие? Это безобразие называется. Бабушка Оля заняла всю парковку. Быстро-быстро-быстро говорим, откуда взялось это чудо техники и кому его срочно надо вернуть. Ба, это наше. Да, нам его подарили. Врать не надо. Покажите мне этого идиота, который ни с того ни с сего вот будет дарить такие дорогие подарки. Вот он. Этот идиот дьяволечка. Александр Александрович, это очень дорогой подарок. Позвольте полюбопытствовать, за какие такие заслуги? Не за какие не заслуги. Просто мне казалось, что мы одна семья. И потом эти дети оказались очень милыми и послушными. Правда, малыши? Конечно, дядя Саш. Дмитрий Александрович, это даже нельзя объяснить с научной точки зрения. Когда я увидел эту женщину, я в ту же секунду из материалиста-прагматика превратился в воинствующего романтика. Вы меня понимаете? Понимаю. Ну, я, я ведь образованный человек, я кандидат на ум. Пока. Да? Пока. Ну да, пока, пока. Так вот, я ведь понимаю, что она, ну, не пара, нет, нет, она другая. Да перестань. Ну, нет, она красивая. Ну? Так у нее муж, ребенок, я. Ну, кто я такой? Ну, кто я? Не прав, брат Вениамин. Конечно, ты ученый, конечно, ты кандидат на ум. Пока. Пока. Но прежде всего, ты кто? Я заведующий кафедры физик. Ты мужик. Ну, потому старейшего в руки пускать нельзя. Любовь, она как, как пятерка по физике. За нее бороться надо. Будешь бороться? Я? Да ты будешь бороться, глаза мне. Буду. Молодец. Давай. За любовь? За бороться за любовь. Ох, как я боролся за свою любовь. Как я боролся, как солдат, как настоящий герой. А теперь я как дурак, как последний дурак. Ее теряю. А потому брат Вениамин. Давай, знаешь, что? Давай, знаешь, я пойду. Да. Пойду. Дмитрий Александрович, спасибо. Спасибо, 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 дорогой мой. Ай, простите. Ничего, забыли? Простите, простите, простите ничего. Забороться за любовь. Все. Все. Дорогие друзья, черти вы мои полосатые, чудики любимые, хочу произнести тост за нас, за дружбу. Андрюша, будь здоров. Саша, будь здоров. За тебя. Хорошо сказал. Именно обогреть. Душевно. А что? Что-что? А что такое, ты не пьешь? Я сегодня не пью. Не понял. Беркович не пьет? Да что? Что это такое? Это что, Андрюша, конец света уже наступил, да? Да нет, ну я же говорил, какая ситуация. Ну, что я Ольге скажу? Не хочешь за дружбу, тогда у меня другой тост. Есть сюрпризы. Дорогие товарищи, вчера на общем собрании Академии наук нашему другу, присутствующему здесь, Берковичу Айсану Айсанчу, было присвоено звание члена корреспондента. Вот так. Вот это да, Санька. Нет. Молодца. Соня, ну что нет? Молодца, Санька. Сейчас я тебе говорил, да? Ну что ж, нет, да? А что? Вот за это мы с Андрюшей только вдвоем, к сожалению, и выпьем. Нет. Что нет? Я тоже, ура. Ура. Вот такой разговор. Это другой разговор. Поздравляю. Лорик, я долго думал и понял, мы нужны друг другу, мне трудно без тебя, а ты же совсем пропадешь без меня. Такое тяжелое время, одинокая женщина с ребенком и... Лорик. 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 Дмитрий Александрович? Лорик. 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 Не понятно. Лорик. 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 Ах ты, старший, Витя! Ах ты, иди сюда! Что ты делаешь, Витя? Остановись! Будет, Тёмочка, без отца расти! А, ребята, что я сейчас подумал? Взять бы все наши регалии, все наши должности, все наши приёмные с секретаршами отдать за то, чтобы вернуться на 40 лет назад. Я бы секретарш оставил. Не надо, ты вспомнишь, что мы творили в студенческие годы, а? А, Саня, а, прикол был, да? Как напьётся, Саня, сразу искупаться лезет на спор, да? В любое время года. А вот сейчас он не полезет. Не, не полезет. Не полезет, он никак не... А на спор? Ну? Не, и на спор бы не искупался. Вот, видишь? А водоёмчик клёвый. Он стоит того, да? Ну? Мало выпили. Да... Афигант? Невероятно стремительно. Прибежала Венина мама, вся в слезах, с просьбой не только довести её до больницы, но и сопровождать. Нет, хорошо, что я дома оказалась. А что произошло-то? Ну, Ольга Николаевна, я даже не знаю, как вам объяснить. Вот как, не будешь. Ну, доктор, дай бог вам здоровья, вы спасли ему жизнь. Спасибо, спасибо, доктор. Ольга Николаевна, ну как вам это нравится? Они покалечили мне ребёнка. Мы идём снимать побои, я буду подавать заявление в милицию. Да, да, ничего страшного. Ну вы же сами, объясните, ну он же сам. Что значит сам? Ребёнок весь мокрый. Ну и правильно, а каким он быть сухим, если он сам сиганул в этот пруд? Да какой пруд? Ольга Николаевна, Веня никогда не полезет в воду. Он не умеет плавать, он утонет. Правда, Веня? Правда, мама, но в этот раз я полез. Вот, Ольга Николаевна, взял и полез. Полез? И не утонул? Нет, меня Дмитрий Саныч спас. Чуть не ценой собственной жизни. Я же говорю, это святой человек. То есть Дмитрий Саныч всё-таки вас спас. Я предлагаю вот этот вот результат, это чудесного примирения обсудить на выходе. Пожалуйста. Я этого не сделаю только из уважения к вам и вашему семейству. Тысячу благодарностей вам. Тысячу. Присоединяйтесь. Лорик, иду! Дмитрий Саныч, идите, вы наделаете делов. Ну, я с радостью, если я чем-то помогла, вы знаете, я была бы очень рада. Спасибо, спасибо, Ольга Николаевна. Спасибо вам огромное за понимание. Вы чувствуете, да, что... Всего вам огромного. Вы понимаете, выздоравливайте, пожалуйста. Аккуратнее. Вы, пожалуйста, еще раз, извинения. Вы против меня просто... Ты молодец, Саша. Пацаны. Ты молодец, Саша, ты молодец. Саша, ты молодец, на. Где езжешь? Олечка. Что? Саша, что у тебя с головой? Почему тебя скорая привезла? Нет, нет, все нормально, Олечка. Они думали, что они меня переспорят, а я их сам переспорил. Кто они? А мы... Андрей Иванович, это МРТ? Именно МРТ. А вы, как я понимаю, та самая Оленька. Она очень приятная. А вы кто? Витя. Я вас не знаю, Витя. Олечка, познакомься. Прошу прощения, больной пройдемте. Саша, мы с тобой. Мы с тобой, Саша. Я с ним. А вы что здесь здесь? Вы свое дело уже сделали. Саня. Саша. Саня, нас не пускают. Скажи мне, пожалуйста, Олечка, я вернусь. Ну, куда ты вернешься? Олечка, они думали, что я не нырну, а я нырнул. Куда ты нырнешь? Ты можешь мне вискутать? Дискобол. Не надо. Лебединая будка. Держите, затолкните его, пожалуйста. Понимаешь? Что это? Позор. Вот молодец, другая Саша. Спасибо тебе, друг. Спасибо. Олечка. Да, пожалуйста. Не плати, я сам заплачу. Саша, я тебя умоляю. Олечка. Спасибо, брат. Извините, спасибо. До свидания. Олечка, прости меня, пожалуйста. Я виноват. Я, конечно, виноват. Но я же не думал, что так получится. Мне членов корреспондентов не каждый день дают. Ну, при чем здесь это? Я вообще не знаю, как я эти дни выжил. Руки опускались. Олечка. Я сама закрою, отойди. Мне хотелось, чтобы все как-то получше, чтобы как сложилось, чтобы у тебя с Катюшкой наладилось. Саша, вот ты человек с образованием, а ты уже член-корреспондент. Как тебе в ум пришло вот эта вот симуляция, а? Скажи, пожалуйста. Да я не думал с так, Олечка, чтобы, прости, больше не... Все, все, иди спи. Катя до сих пор считает тебя больным. Кое в чем я, конечно, согласна с ним. Прости, Олечка. Все, иди, все, иди, прощаю. Прощаю, поздравляю. Иди спи, член-корреспондент. Академия наука. Давай, дойди только. Дверь открыл. Закрой. Катюш, ты чего не ложишься? Тетя Оль, как там папа? Ну, самое трудное, оно уже позади. Просто он очень устал от этого МРТ. Действительно, довольно изматывающая процедура получилась для него. Вот. Ну, в целом, это... Катюш, ты чего? Катюш, дорогая моя. Зачем? Почему? Тетя Оль, простите меня, я была такая... Боже мой! Сказки Пушкина работы Васнецова. Пачерица рыдает на груди у мачехи. Женечка, а ты чего не спишь? Да вот, боюсь бабушку проспать. Ну, это... Излишне. А вы чего к друг другу перелипли? Что? Чего, сладенького переели? Ой, Жек, пора наезжать. Мы с тобой теперь родственницы. Да какая ты мне родственница? Дай-ка подумаю. Я теперь тебе тетя. Катя. А, ну да, точно. Тетя Чмотя по бабушкиной линии. Что? Ну, откуда у вас это? Ты кого Чмотей назвала? Представь. Ты что, заложила? Мне нет, сейчас кому-то другому позакладывает. Ой, она пугала, крыса крашеная. Место девочек. Бабушка Николаевна. Бабушка. А ну, Льва Николаевна, что с вами? У тебя от сердца что-то есть? Да я не знаю. Ну, так иди, посмотри, я бегу. Бабушка. Воды, Женя, воды. Воды, воды, сейчас. Ой, Господи, когда это хочется? Да слышу я, слышу. Сейчас иду. О, господи, кого ж это принесло на ночь, глядя? Кто ж в такое время-то шлындается? Ой, где она тут? О-о-о! А ты-то да! А ты-то люди в Голливуде! Голливуде! Да. Голливуде! Голливуде! А-а-а! Мама! Здоровичка! Ты-то не прижимайся ко мне, а то я помну твой вечерний костюм. А-а-а! Вот сколько вам лета, вы все такая же, шутите, шутите. А-а-а! 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 А-а-а-а! Вот такой мужик. Малюха! А-а-а! А-а-а-а! А-а-а-а-а! А-а-а-а-а-а! А-а-а-а-а-а! Валюшку! Валюшка! Да на сколько ж бы не виделись! И они детей разбудили. А-а-а-а! Да ладно, ничего! Да проходите! Да что вы стоите у порога? А почему Олечка нас не встречает? И она что, плохо себя чувствует? Да не, наоборот. Она у Берковича. Это где? Это санаторий какой-либо? Нет, это Сан Саныч Беркович. Это Сан Саныч. Кто это? Кто? А вы не знали? Помимо Беркович. Кто это? ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Что случилось, Сан Саныч? Сан Саныч, тут, понимаешь, тут такое дело, что... Ах, это очевидно он. Вишнебритый, помятый. Очевидно, сильно пьющий. А вы кто? А вот гораздо правильней было бы, если бы мы вам задали этот вопрос. Вот кто вы? Сан Саныч, я что-то не очень понимаю. Сан Саныч, я сейчас все объясню. Не надо, не трудись, помолчи, пожалуйста, Сан Саныч. Я сама все объясню. Видите ли, молодой человек, нам бы очень хотелось, чтобы наша дочь Ольга ночевала дома. Такое скромное желание. Может быть, я чересчур многого хочу? Оля! Мама! Что вы здесь делаете? Это мы должны тебя спросить. Что ты здесь делаешь? Кто этот человек? Конечно, это Сан Саныч. Мой сосед. Очень приятно. Я не могу сосед вам ответить взаимностью. Лёля, Лёля. Не лёлькой. Мама, я тебе все объясню. Марш домой, без разговоров. Утром поговорим. Коля, пойдем. Спасибо вам большое. Идем, идем. Прости, прости. Прости, прости. Иди домой-ка. Иду, Мариса. Да. Иди домой-ка. Иди домой-ка. Бала. Мам. А что, Сан Саныч выгнал? Мам. Эмм. Идемушка. Не родился еще тот Сан Саныч, который меня выгнал? Коленька. Это не шутки. Ты должен с ней поговорить. Дядя. Что? Олечка уже взрослый человек. В конце концов, у нее уже внуки. Взрослым человека делают не внуки, а поступки. А который у нас там час заявлешь? Сейчас. Вот с минут десятого. Хорошо. Как десятого? Как десятого? Боже, здесь не приедут телевизионщики снимать передачу. Быстро вставай. Вставай, буди. Вику буди, Никиту. О, Боже мой. Ваня! Проспали. Ваня! Ваня! Вставай, мы проспали. Мы проспали. Как проспали? Вот так. Оля Николаевна, вас вообще стучатся учили в дверь, а? А вдруг мы тут с Валькой голые? Здравствуйте, Паша. Пофантазируйте на эту тему в другое время. Ага. Саша! Саша! Вставай, мы проспали. Сашенька. Вставай. Ну так, вставай. Хватит телософствовать. Вставай. Подъем мне сказала? Вставай! 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 Вот она, вот она. Папуля, папуля! Папуля! Вот она. Папуля, папуля? Пожалуйста, вот тебе, пожалуйста. Все гораздо хуже, чем я думала. Саша, вы проспали, Саша. Я это чувствую, я просто... Снимают у меня последнее здоровье, подай ветчину. Валидон, у тебя с собой? Да, с собой. Мальчик. Прими. Кот, у меня все в порядке. Ты на грани, я же вижу, это тебе кажется так. Прими валидон, пожалуйста. Ладно. Как же это получилось-то, Лариска? Пойду-ка. Что? Сверху погладить не надо. Да хоть ты запройся, Лариска! Лариска! Лариска, ля, дрыхну. Лариска! Что случилось? Да проспали мы. Давай, давай, вставайся, господи. Господи, господи. Сейчас телевидение приедет, она у нас доставит. Пальки под углом. Куда? Витя, да вставай. О, ты дурак. Нашел, Леня. Нет, нет, никак нету. Валюша! Валюша! Сначала овощи. Валюша! Овощи надо. Так. Ой. Валюха, вот ты летаешь, а? У тебя что там, где-то пропеллер спрятан? А? Самочка Карлсона. Если ты сейчас не закроешься, я за себя не отвечаю. Ты понял? Валюшка, не смотрите. Да куда там, ой, какие мы ездили. Ну что, ладно, мы полночи волы. Э, я посадочное место тут засадил. Кто там? Это я. Кто это я? Все. Ой. Ой, что там? Да что, что? Витю попросила вчера убрать все в шкаф. Саша, через 10 минут телевидения еда не готова, стол не накрыт, люди не одеты. Почему ты не одет еще? Я не знаю, я проспали же, Олечка. Мы же вчера эти все ночные приключения, понимаешь? Да, кстати, вот проси меня за вчерашнее, пожалуйста. Ну так повелась со школы, понимаешь, мои родители поначалу всех парней в штуки принимают. Ольга Николаевна, а у меня, кстати, то же самое. А послушивать старших нехорошо, а обсуждать их еще хуже. Так, Саша, у меня нет времени, займись воспитанием, сам. Катя, Катя, ты можешь хотя бы с утра помолчать? Ты, елки-палки, ты. Оля еще молодая женщина, она устраивает свою личную жизнь, и это нормально. Нормально устраивает свою личную жизнь днем, а не по ночам. Оля. Да, Оля. Вот, пожалуйста, только один вопрос мне ответь. Да. Вот как давно у вас сложились эти трогательнейшие отношения с ночевками? Мамуля, во-первых, мы давно знаем друг друга. Во-вторых, мы работаем вместе и живем по-соседству. А, дело вот в том, по-соседству. А если бы у тебя по-соседству была котельная, ты бы ночевала у кочегара, да? Давай не будем начинать чаю. Нельзя слова сказать. Ты видишь? Ты видишь? Честоплодное у тебя дитё. А вот только, в Лариску, что ли? Девочки, что с завтраком? Олечка, не волнуйся, все успеваем. Четыре салата уже нарублено, ровно половина. Иди одевайся. Так, так, так. Боже, вы что, вы стоите здесь голые. Одевайтесь, выносите стол. Тёмочка, сынок, что ты там так долго делал? Зубки очистил. Видишь, он зубки очистил. Зубки очистил. А что ты лыбишься стоишь? А что? А ты что, не слышал, что сказали? Что? Что? Быстро! Стол в руки давай, отрабатывай колька места. Давай, 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 давай. Быстрее. Женечка! Ну вот, кажется, вы на месте. Бабуль, не подскажешь, где здесь дом, где живёт Беркович, ректор? Кого ищем, дедуля? Дорогуша, я не хотел, я не хотел вас обидеть. Нет, нет. И тем не менее, вам это удалось. Причём дважды. Во-первых, где вы увидели здесь бабулю? А потом, дорогуша, это то, что приехала с вами на машине. Что значит то? Что вы себе позволяете? Рыбка, рыбка, не расстраивайся по пустякам. Ничего себе пустяки. Ты видел? Первая в мире говорящая рыбка. Она никогда вас не спрашивает, чего тебе надо в нас, старчая. Хотя, Сашенька, ты прав. Не стоит опускаться до их уровня. К чему эти базарные склоки? Что ж вы, господин, внучку хорошим манером не научили. Какую внучку? По-моему, он уже об этом забыл. Без предупреждения. Элочка, привет. Доброе утро ещё раз. Папа, что ты здесь делаешь? Привет. Сынок. Да, да, сынок. Да, да, да. Вот именно этот вопрос я ожидал услышать первым. Нет. Родной сын, ты же хотел поехать понырять на болелье. Да. Я хотел бы себе доставить это удовольствие. Ещё? Ну, думаю, что здесь экстрима будет побольше. Мама, что происходит? Познакомьтесь. Что? Ах, вот избранница Саша. Не знаю. Добрый день. Здравствуйте. Сколько Саша о вас Наденька говорил? Как не Наденька, папа? Ты же говорил, что как? Говорил я тебе 15 лет назад. Ну, что ты? Познакомься, ты Ольга. Николаевна. Здравствуйте, Ольга Николаевна. Здравствуйте. Кто это? Кто это? Папа, ну неужели? Трудно запомнить. Простое русское имя. Добрый день. Ольга. Я вижу всё семейство в сборе. Можем начинать? Нарызь. Здравствуйте. Здравствуйте, дорогие телезрители. В эфире ваша любимая программа «Семейный завтрак». И сегодня мы в гостях у замечательного человека, ректора нашего университета, члена-корреспондента Академии наук Александра Александровича Бирковича. Добрый день. Добрый вечер. Александр Александрович, у вас такая большая и дружная семья. Представьте, пожалуйста, ваших домочадцев. Пожалуйста. Ну, пойдём по часовой стрелке. Вот это мой отец, Александр Анатольевич. 30 лет своей жизни он отдал мне в торгу. 25 лет из них посвятил магазинам «Берёзка». И что, само удивительное в карьере? Самое удивительное, что при таком послужном списке до сих пор на свободе. Ага. Да. Да. А как хорошо начиналось. И это тоже, конечно. Ну, да. Откуда вообще эта запись? Это Евгейша снимала на свою камеру. Александр Анатольевич. А кто эта очаровательная женщина рядом с вами? Моя супруга. Елеонора Леонидовна. Выдающийся работник медицины. Выдающийся работник медицины. Академик Николай Михайлович Амосов. Ну, Коленька, что ты удивляешься? Ну, какие работники, такая у нас сейчас медицина. В общем, собственно говоря, простите, но продолжение этого шоу можно смотреть только под наркозом. Люди приехали снимать семейную программу. Стынно очень. Да ладно. Ну, шо вы так расстраиваетесь? Ну, родители у вас интеллигентные люди. Максимум, чем это может закончиться, так. Бытовой поножовщик. Ну, Иван, ну харе. Ну, не до смеха сейчас. Ну, шо ты? Ладно, хорошо. А если серьезно, ваших родителей надо просто изолировать и все. Простите? Развести противников по-разному глам и все. Ну, короче, Ольга Николаевна, вы завтра спокойно занимайтесь устройством банкета. Я с утра на себя возьму Берковича-старшего, Авалюха ваших родителей, все. Осталось только придумать вечерний такой какой-то совместный отдых. А высокохудожественный отдых подойдет? Что? Я говорю о том, что я могу устроить поход в театр. Во. Видишь, вот сразу видно. Член-кор. Пойдет, Александр Ильич, молодец. Пойдет, Александр Ильич, молодец. Ой, боже мой, какая прелесть, а? Боже, какое счастье. Леточка, ты помнишь у Ивана Бунина? О счастье мы всегда лишь вспоминаем. О счастье всюду может быть. Ладно, я сейчас такую рыбалочку устрою. Ой, просто феерия. Ха-ха-ха. Ой. Здесь природа замечательная. Наверное, самое место, где рыбки побольше, да? Оп. Так. О. О. Ха-ха-ха. Степана Николаевич, доброго утречка. Оно было доброе минуту тому назад, до того, как вы приехали сюда. Да? Мы просто тут порыбачить собрались. А вот нельзя ли ваш этот первобытный промысел перенести куда-нибудь подальше, вот эту вашу пирогу, сдвинься, вот туда по течению, километров за триста, туда, туда, туда. Почтение, ше, у нас есть другое предложение. Не могли бы вы дожидаться своего солнечного удара где-то в другом месте? По-моему, это хамство. А ты говоришь, бумнин. Что там происходит? Евгешет, ты будь здесь, я сейчас. Что, не нравится? Нормально. Ну вот, знаешь, только хиты 13 века не очень впечатляют. Да и Сан Саныч старик у нас продвинутый. В современной музыке фишку рубит все-таки. Слушай, а что делать, подскажи, я в современной музыке не разбираюсь. Ну, сейчас что-то придумаем. Давай, давай, шевелись. Прошу прощения. Элла, не помню, как вас по отчеству, что здесь происходит. А здесь, Леонидовна, происходит попытка спасти важное торжество. Ага. Да нет, нет, быстрее, быстрее, быстрее. Вы не отчаивайтесь, вашей вины здесь нет. Просто... Ну, у кого-то есть вкус, у кого-то немножко, увы... Ну, почему же немножко. Я смотрю здесь этого, увы, кое-кого целый грузовик. Будьте любезны, с тем же энтузиазмом. Поставьтесь, пожалуйста, на место. Будьте любезны. Благодарю вас. Благодарю за сообразительность на те же места. Чудесно. А, здорово. А что ты хотел? А, не-не-не, сегодня никак. Да я тебе говорю русским языком. Сегодня никак не получится. Все. Лора. Что? А кто это? Да Борисович. А что он хотел? Да, чтобы ты на газели в город товар отвез. Ага. А что он тебе только звонит, а? А мне нельзя? Тю, а я почем знаю, Мить? Да, наверное, понимает, что с тобой говорит, что головой об стенку биться. А со мной дело иметь можно. Лора. Ты же это, перилка, ну, тоже протрекала. Лора. Что? Ты, если что, смотри у меня. Ты же мое, отела Кучугурская. Иди сюда. Что? Что, что? Ты? А ну, окно помоет, а то гости придут заляпаны. СТУКines. 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 Какие же ты не пишешь в trout на выражение лица Степаныча. Жаль мужика. Ну, просто, Валюха, мне жалко его. Понимаешь, под влиянием некоторых он вступил на скользкий путь деградации. Я права, Коля? Да, Ляльчик, ты всегда права. Это занятие рыбалка для беспробудных лодовей. А вот позвольте с вами не согласиться. В отличие от бездумных созерцаний горизонта, рыбалка – это большой труд. Лук. Пойдем. Пойдем, Коля, не будем мешать трудиться этой китобойной флотилии. Я понимаю, спорить о вкусах – дело неблагодарное. Но, в конце концов, это просто неразумное расходование средств. Вы, Милочка, если мне не изменяет память, бухгалтером работаете. Это объясняет вашу чрезмерную бережливость. Да? Если мне не изменяет память, вы работаете медсестрой. И это обстоятельство объясняет ваше чрезмерное увлечение гипсом. Хамка. Как изысканно. Да кто угодно. Но вот этой лепнины в моем доме не будет никогда. Когда? Я вот все время думаю, Коленька, хочу тебя спросить, как генерала милиции, как ты думаешь, откуда такие средства у простого работника просвещения, чтобы нанимать вот такой лимузин? Мама. Что мама? Шикарная машина. Как раз к месту. В Европе, между прочим, принято ходить в театр, вечерних платьев, бриллиантах. А чего же вы без них-то, а? Я не вижу на вас ни того, ни другого. Ваш прокол, Беркович. К чему такая роскоса, когда можно было взять нормальную машину и доехать в театр? Эллочка, ты заметила, по количеству недовольных пассажиров этот лимузин напоминает маршрутку. Граждане, передаем за проезд. А сколько времени сейчас? У меня такое ощущение, что мы опаздываем. Нет, нет. Мы все успеваем, все в порядке. Саша, позвони водителю. Будем сокращать дорогу. Если мы опоздаем, будет катастрофа. Саша, позвони водителю. Саша, позвони водителю. Как водичка? Холодная, очень вредная для искусственного загара, так что не советую. Жень, тебе не надоело изображать? А я ничего не изображаю. Мой сарказм и антифатия абсолютно искренни. Ладно, хорошо. Жень, ну прости меня. У меня галлюцинации? Или ты извинилась? А? Ну ведь кто-то должен быть умнее. А, ну да, галлюцинации. Жень, ну ладно тебе. Я была не права. Ты меня вывела, я психанула и... Натупила. Осознаю и раскаиваюсь. Жень, ну зато какой я вам с Кирюха сериал забабахала, а? Любовь, ревность, подруга коварная. Все как надо. Да уж. Эм, ну что? Мир? А! Ты что, дурочка, сдурела? Я тебе макияж все утро делала. Что ты наделала? А теперь мир. Теперь мир. Ну как водичка? Давай, поехать, давай. А что? А вот так. А вот так. А вот так. А вот так. Давай, давай, давай. Давайте. Подождите. Сейчас, секундочку. Бабулька. Бабулька, сейчас все будет буквально через пару секунд. Сейчас, одну минуточку. А ну-ка, Ольга Николаевна, напомните ко мне, а с какого переляха мы через эти поля поехали? Ну, мы с Сашей решили, что мы, как-то, что-то так обязаны сделать, чтобы не опоздать в театр, да, Саш? Ну, в какой-то степени. В какой-то степени. В какой-то степени. Да, теперь-то мы точно в театр успеем. Теперь-то, конечно. Как хорош тебе губонить? Не, ну что за человек? Ну, что ты за человек? Бабулька, бабулька, бабулька. Давай, работай. Да работай, а я собираю. Да давай, толкай. Калис, и все у нас. Калис, и все у нас. Калис! Отличная сила. Женщина кашу заварит, а мужчина рассвернует. Где это вы видели мужчин? Настоящие мужчины там толкают этот длинновоз. А, ой, Коля, ты только не подумай, я не тебя имела в виду. Ляля. Это молчание золото. Вот именно. Придется Ляле взяться за дело. Ох! Валюха! Валюха, ну-ка давай. Что ты? Мама! Да ну что это, слабаки, мужики? Без нас не обойдется. Ну-ка давайте-ка все в раскачку взяли. Давай, все по-нас. Давай! Давай! Аккуратно, аккуратно. Аккуратно, аккуратно. Давайте, давайте, давайте. Мама! Мама! Держитесь! Держитесь! Сейчас! Ивана, 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 ивана. Когда родители развелись, мне 10 лет было. Помню, переживала жутко. Просила, чтобы они этого не делали. Плакала постоянно. Сейчас я понятно понимаю, что не они первые, не они последние, но... В глубине души я надеялась, что они все-таки сойдутся опять. Поэтому, когда твоя бабушка с моим папой... Ну, ты поняла. Злость у меня взяла жуткая просто. Не знаю, что она мне нашла, как дурочка была, честное слово. Ну, Катюш, ну, все, проехали. Ты на меня не обижаешься, честно? Не обижаюсь, честно. А, и на Кирилла тоже не обижайся. Он тут ни при чем. У нас, когда с ним, типа, свидания были, он только о тебе и говорил. Очень трогательно, но неинтересно. Жень! Катя, давай закроем эту тему. Наливай. Наливай. Алло. Лешка, привет. Ага. Ага. Ну, окей, мы подумаем. Давай. Алексей Кучегурский имеет честь пригласить завтра нас на вечеринку по поводу окончания технаря. Конец цитаты. Да ладно. Да что тут думать? Соглашайся. Да ну, не знаю. У меня что-то настроения нет. Что значит не знаешь? Да ладно тебе, давай. Потусим. Музончик, пацанчики. Давай. Кто о чем, о вшивы и о бане. Ну и что? У меня возраст такой. У тебя, между прочим, тоже. Спасибо, что напомнила. Обращайтесь. Субтитры сделал DimaTorzok Папа, извини. Спокойно. Степановна. Я здесь. Прошу. Хорошо. Ничего, нас так не возьмешь. Грязь лицом не ударили. Ну да, если ударили, так только всем лимузином сразу. Грязька, прости. Я не думал, что так получится. Пошел ты. Саш, Саша. Папа. Да, да. Подожди. Аккуратно. Ой, спасибо. О, колечка, давай я помогу. Спасибо. Уже помог. Да, да, да. Организовал досуг. Уж как-нибудь поднялся. Саш, иди уже. Пойдем. Пойдем, 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 пойдем. Ба. Шо? Ну, как спектакль? Понравился? Очень. Жалко, что вы с нами не поехали. Ах, ну шо за люди. Без нас начали. Без хозяина. Слышь, дитя дорог, тебе че, на днях местный олигарх усыновил? Откуда такая хата? Здорово, Люд. Здорово. Так это тетки моей хата. Вот. Она сейчас жарится со своим семейством на югах. Ну и на радостях, что ее любимый племяш закончил технар, разрешила нам тут сделать сейшн. Души во мне не чает. Да. Да. Ну, ладно, вы давайте тусуйтесь, а я пойду с народом пообщаюсь. Здорово. Ура. Гуляем. Да. Леха, Леха, ну. Правда, тяжело вериться, если честно. Ой, да ладно тебе. А он че тут делает? Кто? Дед Пихто. Кирилл. Кирилл? Без понятия. Так, подружка, ты что из разлучниц-сводницы решила переквалифицироваться? Жень, вместо трех сложных слов можно было сказать одно простое. С-па-си-ба. На здоровье. Здорово. А ну-ка, давай сюда, далеко не уходи. У тебя мазги не есть, еще ничего не началось, а ты уже начинаешь. Вот деревня, а. Это ж пуршет, Алёха. Здесь не пить нельзя, ну скажи ей лаком. Да, Алёша, ты что, а это ж пуршет. И что? Шо, шо. Александра, пожалуйста, очень много гостей, подвезите еще закусочек. Благодарю. Не, а когда? Ну, что вы стоите с вкусным подвозом, быстренько что-нибудь наполните. Добрый день, рада вас видеть. Как вы? Алёшка, Алёшка, все так организовано. Алёшка, молодец. Держаться, добрый день. Очень рада вас видеть. Рада вас видеть. Рада вас приветствовать. Как вы, мои дорогие? Все хорошо? Все нормально. Все хорошо? Нормально, нормально, нормально. Конечно, могло бы быть и хуже. Мне так, Сашенька, не пей много. Речь в кармане, все, знаешь, все. Все хорошо. Все хорошо. Да, я забыл сказать. Да. Звонил губернатор. Так, и что? Сказал, что хочет приехать лично поздравить. Ты с ума сошла? Да. Как он может быть? Ну что это? Ты мне так спокойно об этом говоришь. Сколько парковочных мест? Я знаю. Ну как, а я откуда знаю? Сколько пресса? Ни на один вопрос не знаешь, а ты, Саша. Ольга Николаевна. Да, да? Да нет, ничего. Оборот избавьте, каблучки сотрете. Мама. Оленька, как ты думаешь, сказать ей, что от таких острот можно не только каблучки сирить, но и язык сотрешь? Я думаю, что язык иронии недоступен представителям младшим медицинским персоналом. Рука, не расстраивайся. Это милицейский юмор. Он был популярен еще в прошлом веке. Папа, вот это. Оленька Николаевна, не волнуйтесь, я на месте. Все помню. Зал по вашей команде. А, позже? Хорошо, позже, Ольга Николаевна. Вот Оля Николаевна. Меньки, тачки. Можешь не сработать. Папа, а давай один взжахнем для пробы. Я тебе как взжахну сейчас по ушам. Сеть! Привет, Жень. Вы что-то хотели, молодого человека? Да нет, я в заколы просто подошу. Да уж. Ну ты, Катюха, голова. Мерси. Ну и вы, Алексей, не прибедняйтесь. Ну так, давай. Уж месяц он не ел, не спал, не пил. Ходил понурый, бледный, квелый. Когда же настал момент сказать прости, он просто подошел за Кока-Колой. Да нет, Жень. Я на самом деле давно хотел тебе сказать о том, что... Коля, что происходит в нашем доме? Я не знаю, дорогая. Алло, а что здесь происходит-то, а? Народ! Сори! Пати закончено! Шукер по поддону! А существенный вклад в развитие науки присвоит доктору философских наук Берковичу А.А. Почетное звание член-корреспондент Академии наук. Число, подпись министра. Прошу. АПЛОДИСМЕНТЫ Браво! Браво! Благодарю, друзья, благодарю. Я даже не думал, что когда-нибудь доживу до... Вот до этого всего. Спасибо огромное. Хотя нет, знаете, даже в детском саду маленького Шурика спросили, «А кем ты хочешь стать, мальчик, когда вырастешь?» И маленький Шурик сказал, не задумываясь, ученым. АПЛОДИСМЕНТЫ Заметьте, не военным, не космонавтом, не милиционером, а именно ученым. Это удивительно то, что при таком воспитании он не мечтал стать заведующим складом на какой-нибудь овощной базе. Я могу показать, что всю жизнь меня вел по этой жизни, извините за автологию, интерес. Вот, что я хочу сказать. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Саша, Саша! Саша, Саша! Саша, Саша, здесь! Ну, Арнатур! Ну, что ты стоишь? Давай-давай-давай! Давай-давай-давай! Давай, дорогой, извините! Простите! Ради бога! Извините, пожалуйста! Ларишку закройте, неудобно! Простите! Какой-то... Ну, кустарды! Простите, пожалуйста! Простите! Боже мой! Боже мой! Добрый день! Очень рады! Рада вашему. Благодарю. Александр Александрович. Да, Алексей, воистину, любовь вашей тетушки безгранична. Так, хорош, хорош прикалываться. Не, ну правда, такая местина простаивает. Грех было там не замутить. Тусню-то, правда? Ну кто знал, что эти буржуи так рано вернутся? Зато адреналинчика хопанули. Хопанули. Тяжелая зараза. Быстрее, быстрее. Опа-ча. Какая встреча. Я же тебе говорил, Леха. Свидимся еще. Ты мне не верил. Леха, кто это? Это, братан, проблемы. Леша, давай не связываться. Уходим. Ладно, сейчас я разберусь. Че умолк там? Обделался? Да это, Гриня, вообще-то по твоей части. Ты, кстати, ванну после нашей последней встречи уже принял? Или только собираешься? Ну все, Леха, ты догавкался. О, теперь уходим. Пацаны! Расходим! Ага. Туда, Женька. Давай, догоняй. Давай, ты налево, я на право. Быстрее. Давай, давай. Стой! ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА НИКИТОС НИКИТОС Останься со старшего, ничего без меня не взрывать, огонь не открывать. В воду не лезть. Понятно? Так точно. Папа, а ты куда? 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 Держитесь. У тебя огонь есть? Обижаешь. Кабуки сама и уши снегом. Догонят, ноги сломают. Стой сюда, 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 быстрее. Стой! Стоять! Здесь куда? Давай, Женька, на право, на право, на право, на право. Влево. Куда? Давай, налево, налево. Лево. Все, приплыли. Новыгорские бегаете. Ну что, может, хоть перед смертью извинишься, а? Все, землячок, сейчас будешь за своего дружка отвечать. Эй, молодожены! Вы хоть совесть-то имеете? Извинения принимаются. Разошли, все быстро! Домой! Давай, 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 давай! Лежим! Лежим, лежим! От руководства нашей области поздравляем Александра Александровича с высоким званием, которое он получил за высокие научные достижения. На вас, Александр Александрович, держится наша область, и мы должны равняться на вас. Учатай,. Очень keto. Учатай. От руководства нашей области sticklinargentности. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Чего? ДимаTorzok 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 Валюша, сама в шоке просто. Не спугни. Знаешь, лучше вот такой спектакль, чем вот эти концерты, которые они вам каждый раз устраивают. Ой, не говори, не говори. Я с тобой такая согласная, не говори. Что нет? Это вообще. Вылетел. Слушай, о, о, мне кажется, вот это Женьке подойдет. И фасончик такой, и расцветочка веселенькая. Да, Валюша, понятия смешного и веселенького все-таки разные понятия. Не, ну, не, ну, сто процентов хлопок. Это ж как полезно, это же тело будет дышать. Я понимаю, но с таким вырезом тоже тело будет дышать. Ну что, ну что такое вырез? Она девочка. Ну, вот как раз девочке очень подойдет классика. Какая, Голя, классика? Дитю 16 лет. Какая классика? Я прошу прощения, что прерываю вашу фэшн-дискурс. Да. Но ни это платьичко, ни классика не подойдут к роликам, в которых я собираюсь встретить свой светлый праздник совершеннолетия. Евкиша, ты знаешь, мы бы с удовольствием встали на ролики все. Я бы первая. Но это не поймет ни мои родители, понимаешь, ни родители Сан Саныча. Только-только наступило какое-то некое хрупкое перемирие. Ну, давай чуть-чуть подобряжемся все и немножечко проучаствуем. Я тебя прошу об этом. Ты видишь, что со мной происходит. Пожалуйста, ради семьи. Ну, Женя, ты шо вообще? Успокойся. Понятно. Мое совершеннолетие пала жертвой семейных интриг. Да. Да. Я с трескорбием, но честно тебе об этом сообщаю. Прости. Ну, Женя. Ну, Женя. Ну, Женек. Женек. Ну, что ты, ну, действительно, наше. Ну, ладно. Ну, что не сделаешь для любимых бабушек. Ну, вот же. Спасибо за дорогу. Давайте. Спасибо. Выбирайте. Я готова облачиться в любое рубище. Вот. Не подведем. Никит, все-таки нехорошо вырывать у собственной прабабушки. А кто ворует, на пластинку в аренду берем. Кирилл ее Женьке подарит, и через день она все равно в семью вернется. А тебе, наоборот, и чисто прибыли сорок баксов. О, вот. Карл Гот. Ты знаешь, что-то для Готов у него вид какой-то небрутальный. Больше на шатуно в молодости смахивает. А то ты шатуно во молодости видела. И вообще, откуда ты знаешь, какие готы были во времена прабабушки. Короче, берем и сваливаем. Оля, тебе это не напоминает ритуальные танцы? Поспешу, не задумали еще. Олечка, держись. Мама, а что здесь происходит? Боже мой, какое тебе выражение лица? Такое, как будто мы здесь занимаемся стриптизом. Танцы, давно забытая семейная традиция. Танцуют люди. Олечка, Валюша, присоединяйтесь. Смотрите, как вас зовет золотая рыбка. Действительно, Валюха, присоединяйтесь. Давай-давай, Степанович. Ну да. Валюха, Валюха, давай. Знаю, как вы, Оля Николаевна. А я уже втянулся. Мне нравится. Ну, рано вам еще. Ну, идите в дом поиграйте, ну. Валюха, мне кажется, что у нас какие-то конвульсивные танцы. Лучше конвульсивные танцы, чем судорожная война. Не могу с вами не согласиться. Дед, мы пошли, все, пока. Куда это вы собрались? Андрабенбасс вечеринку. Куда? Ну, на танцы, по-вашему. А чем ваши танцы вам не нравятся? Извините, дядя Вань, но ваши танцы немножко из другой оперы. Какой это другой оперы? Абсолютно с тобой согласна. Подождите, Оля Николаевна, это с какой другой оперы? Ну, дед, не обижайся, но это отстой. А, чего? Саныч, а ну-ка, вот это вот все, ага. А ну-ка, иди сюда. Давай, при всей семье. То есть ты считаешь, что наши танцы хуже ваших? Абсолютно с тобой согласна. Ну, языком молоть оно каждый может. А вот с парнем? А с парнем. Хочешь батл, будет батл. Давай. Не знаю, что это такое, но я согласен. Обожаю пари, молодцы. Поехали. Оперед. А теперь смотри. Давай. Давай. А ну, садись. А ну, садись. Ну, давай посмотрим. Давай. Поехали. Малый, это, малый. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Молодец. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, когда так? Неплохо. Ну, как неплохо? На четыре с минусом. А теперь, молодежь, попрошу зрительный зал. Саныч, можешь я на минутку? Конечно. Хорошо, сейчас посмотрим. Интересно. Спасибо. Куда мы идем? На сцену, Саныч, на сцену. Ну, Степанович, ты мне все время какие-то втягиваешь авантюры. Спокойно. Ты что, хочешь опозориться перед малолетками, что ли? Да я не помню ничего. Сядь, сядь, сядь. Ты перестань. В детстве лопатуху танцевал. Ну, когда это было? Ну, когда? Ну, вспомни что-нибудь. Ну, нет, не вспомнишь, за мной повторяй. Давай, Горюх. А, давай. Пять, шесть, семь. Пять, шесть, семь. Пять, паренька, хорошая броненька. Ой, нет, били, Варвара, меня высушила. Без мороза и без ветра сердце высь напила. Без мороза и без ветра сердце высь напила. Ты заставила, Варвара, себе в гости ходить. Ты заставила, Варвара, себе в гости ходить. Себе в гости ходить. Это все по норочке в море. У-ху-ху! АПЛОДИСМЕНТЫ Вот! А ты, Гриш, Кип-ху! Станыч, может, добись? Ты обалдел что ли? Эй! Хап! Да хороший! Станцор, диск, иди давление мерить. Вот, да, завелся. АПЛОДИСМЕНТЫ Ха-ха! Ну как, молодежь! Ладно, дед, уболтал, ничья! Ха-ха-ха! Как вам? Да ну что, это разве танец? Танец, это когда танцуют мужчина и женщина. Между ними происходит диалог такой. Вот танец. Ляля, пойдем-ка покажем им, как нужно, а? Ого! Пойдем! Пойдем! Тряхнем! Стариной! Пошли! Танец, Субтитры делал DimaTorzok Он был первым танцором Мелизы Я там в него влюбилась Чтоб в памяти были Те дни золотые Когда вас семьей назовут Горько! 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 А хорошая здесь акустика В чём дело, мужчина? Вы кто? Иван Будько Жених Жених похож А это дружок мой Здравствуйте! Что вы хотели? Нам бы расписаться В каком смысле? Не, не нам бы расписаться А нам бы супругой расписаться Ну как она, не супруга уже Мы с ней сорок лет вместе прожили Потом развелись Короче Мы от Берковича Вам должны были звонить Я не знаю никакого Берковича Уважаемые У нас сегодня очень ответственный день У нас одновременно расписывается сто пар Рекорд ко дню города Так что кто мне сегодня только не звонил Ля! И шо? А шо нам делать? Ну приходите через недельку-другую Куда вам в вашем возрасте спешить? Всего доброго! Для вас молодые дворцы голубые Не, я не понял А в каком возрасте? Да ладно, не заводите Да не, подождите А в каком возрасте, Ваня? Не заводи все В каком возрасте? Вы нас запомните Мы еще вернемся Ваня, а шо она пробует? А твое возрато варила А шо сразу пробует? Ну шо, Ваня, шо сказали? Ой, ничего утешительного, Валюха Господи, шо случилось? Видимо, даже небеса Против нашего брака Ой, ну шо ты вот это мелешь? Ну ты ля на него Шо ты мелешь? Объясню Ну? Согласно поправке к семейному кодексу Митя, давай дальше Женщин за шестьдесят сейчас не расписывают Я как будто сейчас дам за шестьдесят Ну ты ля на него Да не, ну правда, ну шо ты подгавкиваешь, Митя? А у вас шо проблемы с юмором шо ли? Да не, ну а шо смешного? Рекорд они тут устанавливают в дню города Сто пар вместе расписывают А ты шо? А мы на этот пикник не попадаем А при чем здесь пикник? Ну я ж образно, заканчивай уже, ориентируйся Дудько! Будь комы! Ты какая родная, слава богу, вы здесь Я вас спустим к ЗАГСу должна искать А я шо? Расписываться не передумали? Да не, а чо? Отлично! А то у нас рекорд срывается, две пары не доехали Вы кто? Муханкины мы Расписаны? Да Плохо Так, мы вас разведем Потом снова распишем Невесты, какие у вас размеры? Идемте Размеры? Размеры идеальные Вставай уже! Вот и все решили Думаешь приедет? Да куда он денется? Ну что я говорил? Ну привет, чего звонили? Что за спешка такая? Знаешь, Кирюх, уж больно мы с Никитой к тебе симпатией проникли Вот и решили тебя чуть-чуть подстраховать Чтоб ты опять глупости не натворил Ты ж помнишь, что у Жеки завтра праздник? Ну да, конечно, помню И подарок купил? Да, купил, надеюсь будет сюрприз А что? Нет, ну ты слышал Все же ясно Сюрприз французские духи Миллилитров на пятьдесят Да, Кирюх? А вы откуда про духи знаете? Вот сколько человека учить надо Сто раз на одни и те же грабли Походу он эти грабли с собой носит Точно Ну что, покажем ему мастер-класс? Ну давай Давайте Смотри и учись Это Карл Готт, духовный отец движения Готта Раритетный винил прошлого века Через интернет еле-еле нашли Такой подарок не переплюнешь Ну ладно, мы пошли, пока Пока Эй, стойте Есть предложение Для вас, молодые, дворцы голубые Во всех городах Во всех городах создают Чтоб в памяти были Те дни золотые Когда вас семьей назовут Дорогие молодые В добрый час Вы подали друг другу руки Сегодня в прошлом Сегодня в прошлом остаются годы юности и беспечности Впереди ответственная пора Семейной жизни Пусть рекорд, который мы зарегистрируем сегодня Станет первым для вас Пусть ваша любовь Станет для вас путеводным маяком Я не могу Аж не верится И не говори Мы сами с Гиннесом в шоке Как меня угораздило второй раз на те жениться Нашу И озарение, и работа Глаза цветов, глаза ребенка Митя Что? Мне кажется, что у нас будет ребеночек Так кажется, или Будет Будет Как же хорошо Пусть Впереди Вас ждут Рекорды По количеству рожденных в браке детей И лет Прожитых вместе Правом, данным мне государством Объявляю вас Мужем и женой Музык 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 АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Хорошо пошли! Ага! Крепите же ваш союз крепким поцелуем! Ну, Алюха, держись! АПЛОДИСМЕНТЫ СМЕЩИЯ ВОСТЕНЬ АПЛОДИСМЕНТЫ СМЕРОДО ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Так, как там жена, Семь, девять... Десять! СТЕПАНОЧЬ, СТЕПАНОЧЬ! Остановись, СТЕПАНОЧЬ! Ты не гречись, а то тебе на первую братьшню ночь не хватит! Ну не, я уж постараюсь. Беркович, не откажите в любезности. Передайте мне раки, пожалуйста, вот с этого блюда. Рядом с вами крупный такой лежит. Спасибо. Навалденько, это наша любимая. Ой, спасибо. А вот, кстати, их сегодня Александр Анатольевич целый день собственными руками варил. Он очень извиняется, что он не смог выйти к ужину, ему не здоровится. Ну ничего, Рыбочка, это бывает. В его возрасте это неудивительно. Мне кажется, вот и сыр, и колбаса довольно горькие. Да? Да? Да, Олечка. Держи. О, Олечка! О, Олечка, нашли праздник. А вот завтра у нас Женечке 16 лет, день рождения. А у нас, Олечка, ничего не готово, никакой культурной программы. Да ладно, какая культурная программа? Да перестаньте, утром съездим с малыми в кафе мороженое. Вечером соберемся здесь, накроем стол. Женька друзяков пригласит. Посидим по-семейному с шашлычками. Портвишку не закажете, нет? Нет, я... Ну, Павлович, вы меня разочаровываете, ей-богу. Ну, что это такое? Оля, какая программа у тебя для Жени? Нет, ну... С утра у нас с Женей намечена семейная фотосессия, затем кафе, а потом уже аттракционы. Мы, кстати, тоже с собой это обсуждали, мама. Ну, обсуждать, это не значит, что я согласилась на это. Почему бы Женечку не отвезти в филармонию? Извините, зачем мучить девочку в пыльном велюровом кресле? Давайте отвезем Женьку в спа-салон. Я в 16 мечтала о парикмахерских платьях, танцах. Вероятно, ваши мечты приведутся в медучилище, а не в мединститут. Ну, ладно. Оля, скажи, когда в последний раз Женя была в планетарии? А в Третьяковской галерее? Новоисторическом музее? Папа! Что папа? Девочка должна быть образованной и культурной. Ну, папа прав. И не надо с ним спорить. Скажи мне, а ты сама? Вот когда ты в последний раз была в планетарии? Ну, мама! Что мама? Беркович, вы были в планетарии? А? Мы сходим. Горько. Горько все. Ну, Валюха, держись! Раз! Два! Молодец и папа! Четыре! Четыре! Вот такой мужик! Пять! Пять! Вообще так получилось. Впечатляет, да? А вот цифры это кто вырезал? Я. Ну, это заметно. Аппликация из детства – это не твой конек. Так, а шары кто надувал? Я, Людмила Степановна. Беркович. У вас отдыхалки не хватило, да? Чтобы это было красиво, чтобы это было вкусно, чтобы это выглядело празднично. А вот это кто вот эту самую растяжку вешал? Я? Я. Степаныч? Молодец! Ты даже красиво получила сегодня. Валюха, а ты что делала? Здесь ничего. Тоже молодец. Тоже молодец. Вообще это все получилось. Это твоя идея. Замечательная идея. Ну, теперь так вы все помните, что, как, что нужно делать, да? Да, идем наверх, побудем Женьку, спускаемся, папа вручает торт. Вперед! Только тихо, тихо. Да, Валюха, 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 торт отдай, торт отдай. Да извиняйся. Извиняйся. Оленька, как тебе идет этот колпачок? Какой ты у меня красивый. Тихо, 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 пропустите меня с шарами, ляк. С днем рождения! С днем рождения! Я не понял. А где юбилярша? ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Ой. Женечка! Алло, Вал, включи громкую связь. Включаю. Что она говорит? Что? Всем привет. Я так понимаю, вы уже пришли меня поздравлять? Да. Собрались, а да. Вы тогда отдернете занавеску и посмотрите в окно. Ничего себе. Уважаемые бабушки и дедушки, извините за то, что нарушила ваши планы по поводу празднования моего дня рождения. Да. Сегодня имею право. Точный адрес празднования торжества все желающие могут найти в беседке. Время пошло. Ну что, клоуны? Ну? Довольны? Ну что, я... Товарищи призывники, вы были призваны на эту лесную поляну для того, чтобы отпраздновать 16-й день рождения вашей внучки Евгении Ковалевой. Вопросы есть? Вопросов нет. Я извиняюсь. Разговорчики. Не, вообще-то, можно было бы и посоветоваться. Фамилия? Будько Иван. Так вот, Будько Иван. Дело в том, что я очень люблю своих бабушек и дедушек. И во всем стараюсь им подражать. Но, к сожалению, умение советоваться с кем-либо не входит в число их достоинств. Стыдно, правда? Есть чуть-чуть. Ну, есть возможность искупить. Шо? Опять батл, шо ли? А тебе что, слабо? Кому слабо? М? Нам слабо? Да. Да легко. На раз, два, три. Делай раз. Ха! Ха! Делай два. Делай три. Опа! Пошли! Погнали! Катюха, левый фланг! Ура! Ура! Константин, правый фланг! Оля Николаевна, левый фланг! Стоит не пока! Сюда, сюда! Алюха! Где ты есть? Южная башня! Куда? Ну, беседку давай! Куда? Забежать! И стреляем оттуда! Ой, ты что? Как ты? Да ладно! Эх, ты сейчас! Ну, беседку дали! Да бегу, я бегу! Залазь! Ну же, ты пока дойдешься! Сорок раз убьют! Да вы обалдели, что ли, а? Ага! Урешь, невозьмем! Степаныч! Иван Степан! Кто здесь? Мои соболезнования! Вот остряк! Ты не прикрой меня! Я прикрою! Вот так! Эх! А ты что варежку разъякала? А что? Стреляй давай! Я боюсь! Я боюсь! Жень! Что? Хочу поздравить тебя с днем рождения и подарить тебе подарок! Спасибо, конечно, но сейчас не самый подходящий момент! Что? Что ты говоришь? Я говорю, не самый подходящий момент! Ну, Жень, война все-таки! Всякое может случиться! Стрелять, я сказал! Как? Стрелять так, отстрелять! Как это так? Ты что, малахольный? Фу! Что там у тебя? Ага! Вообще! Фансард! 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 Ну и что это? Фансард! 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 Сам придумал или подсказал, кто? Подсказали! А я даже знаю, кто! Уходим! Прикроешь? С удовольствием! Давай, Вика, за мной! Сюнки-то свалим отсюда! Ну, желтарожие! Ну все! Получай, Вражина! Вперёд! Вперёд! Давай, давай, давай! А вы что там? Давай, давай, давай! Готовиться тебе? Да! Ну! Нет, 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 нет! Я убегаю! Я убегаю! Всё! Замечок! Закуритесь? Нет. Жаль. Катюха, давай со мной! Гоу, гоу, гоу! Я не понял! Оля Николаевна, а что у филоники? Давай, мочи! Я оружие там забыла. Где там? На полянке. Быстро на поляну с отрабельным оружием! Иначе что? Иначе расстрел! Катька, берегись! Да! Недревние! Я вас прикрою! Вот здесь какой-то... Ага! Вот так вот! Задержу я! Вперёд! Иду уже! Не заруживайся! А резки возвращаться! Я буду... ...возможности ползу! Ну и чё это было? Э-э-э! Э-э... Я тебе только что жизнь спас! А! М? Вот дурак! Е-э-э! Екатерина! Это что там происходит? Война! Ну, держись! Ура! Держись! На! Улепёт Иван! Эй! Ой! Что это? Ну, шпана! Ага! Ха-ха-ха! Получили! Ах! Да что ж такое, а? А его отвалочка нашла! Лёха, стреляй! Ах! О! Ах! Ой! 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 Что там? Ой! Не могу! Саныч, это ты? Видел бы я, где ты, я бы меня сейчас прибил! Здрасте! Здесь! Женщина ползает! Женщина! Получа! На тебе! О! О! Вот и я, Иван Ильич! Здрасте! Воня Николаевна! Да! Я хотел у вас спросить! У вас случайно чукчи! Уроду не было? В смысле? Уж больно метко у глаз бьёшь! Ильич Иванович! Я, слушай, я не хотела! Я прошу прощения! Я просто сделала вот так вот! Ой! Да вы что там? Посказилися! Ну, всё! По-моему, вы у Гидру попали! Ну, не обижайтесь! Уходим! Валюша! Валюша! Валя! 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 Валя, прости! Вот так вот! Вот, малохвольная! А ну-ка! Валюша! Это я совершенно случайно здесь! Вот вы у меня девушья! Ну-ка, подходи! Что, боишься? Валя! Здесь что происходит? Валя, Валя, два! Восстание машин! Так, атака! Валя, ты здесь! Ну, что здесь? И что теперь делать? Будем делать перезагрузку! Надо её нейтрализовать! Ко мне, ко мне подходи! Валя! Подходи, садовая! Бойки, слушай мою команду! Да пусть угры вперёд! Да что ж такое, а! Подходи! Садовайтесь! Садовайтесь! Да, женёк, но ты нам устроила сюрприз! Я тебе клянусь, я никогда в жизни так быстро не бегал от Бабы Валя! Степановна, это ж не женщина! Нет! Это Рэмбо Первая Корка! А Кучугурский воинствующий милитаризм! Не женщина! Ой! Людмила Степановна! Людмила Степановна! Ах, как жаль, 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 что мы не участвовали в этой игре! Я бы с удовольствием с вами в войнушку! Так а разве вы с момента приезда не этим занимались? А, Коля, она права! Женечка права, и я хочу сказать тост! Ты, ой! Ты знаешь, я не очень люблю стрелять в людей! Понимаешь, вот мы, как никто другой, с Коленькой понимаем, как это опасно, к чему это приводит! С людьми надо дружить! И, правда, не всегда это получается! Саша, она брудершафт! Давайте выпьем! Вот так вот, давайте! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ О-о-о! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Поэтому я хочу тебе пожелать, чтобы у тебя была семья! Большая семья! Потому что семья, это в жизни человек, это настоящий оплод! Это армия! А армия, которая тебя всегда защитит! И никогда не предаст! За семью! За семью! За семью! За семью! Ой! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Вот такой решёнок! Так, а я не понял, а шо мы сидим, ничего не делаем? Именинница здесь, гости здесь, пора дарить подарки! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Супарыч, ибо же мы начнём, а! Нет проблем! АПЛОДИСМЕНТЫ Женечка, у нас с правой бабушкой есть для тебя хороший подарок! АПЛОДИСМЕНТЫ Давай, Коленька! Вот этот музыкальный инструмент! Будешь музыцировать, потому что музыка – это самое эмоциональное искусство из всех искусств. Играй. Спасибо. Да, оригинально, оригинально. Но мы, значит, бабушка Оля, бабушка Валя и я. Дедушка, можно теперь мы? А что, если я скажу «нет», что-то изменится, что ли? Давайте только быстро. Давайте. Куда исчезли, а? С него. Здравствуйте, у вас есть, дорогие пара? Пусть это будет запасная. С днём рождения! С днём рождения! Дед, а что ты там говорил? А? Да. Да? Да. Да. Ну что, Женёк, вот сейчас действительно будет сюрприз. Две гитары – это банально. Поэтому мы вот решили, баба Оля, баба Валя, я, по совету профессора, решили тебе подарить необычный подарок. Так, решили подарить тебе, угадай, с трёх раз, естественно, гитару! Третью гитару! Ммм! Ммм! Пользуйся! Ммм! 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 Пользуйся! Ммм! Пользуйся! Женёк, за тебя! Давайте! Вот так! Субтитры сделал DimaTorzok Скучилась, а кому-то 300 лет прошло. Да, Света. Как они там? Одни. Ну, тоже. Ну, бабоньки, ну, хорош уже плакать, а? Ну, сейчас все позаливаете. И потом, Олечка, ну, почему одни? Ну, они в коллективе, их там родители в Москве встретят. Ой, ага. И вот это, полетят в свою Испанию. Что они там забыли? Черт и шот это, она придумывает, эти родители. Ну, пусть дети отдохнут перед новым учебным годом. Я согласен, Светлана Степановича. Релаксация нужна. Что ты говоришь? Чем вам взять дни отдых, объясните? Патош, Олечка, шо тут? Мы тут подумали, ну, зачем нам эта Испания? И сошли на следующей станции. И взяли такси. Мне казались вечными жара и солнце. Отчего же так несправедливо это? Я едва-едва успел влюбиться в лето, А уже сентябрь постучал в оконце. Лишь вчера гитара у костра звучала, И кружились искры беззаботным танцем. А уже сегодня сказочным вагрянцем Осень все вокруг разрисовала. Я другой хочу придумать календарь, Поменяю в нем немного, между прочим. Я на пару дней всего лишь разорю январь, Украду у марта только две-три ночи, Чтобы это лето стало чуть длинней. Я успел доделать все и разобраться, И одной из трепетных ночей Наконец в любви тебе признаться. Чтобы одной из трепетных ночей Ты решился мне в любви признаться. Листья на ветру кружат, с ветвей срываясь, Унося меня в далекий теплый вечер, Где тебя впервые обнимал за плечи, Лето задержать хотя бы на день пытаясь. Не хочу прощаться с полевым букетом, Робким поцелуем первого свидания. Так зачем наскорый поезд расставания Осень покупает нам билеты? Я другой хочу придумать календарь, Поменяю в нем немного, между прочим. Я на пару дней всего лишь разорю январь, Украду у марта только две-три ночи, Чтобы это лето стало чуть леней. Я б успел доделать все и разобраться, И одной из трепетных ночей Наконец в любви тебе признаться. Чтобы одной из трепетных ночей Ты решился мне в любви признаться. Помещи! А потом, а потом! А потом, а потом! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»